здравствуйте доброе утро я очень рада всех приветствовать ну вот в такой непринужденной обстановке погода прям располагает наверное к домашнему уюту к домашнему теплу и мы сегодня с вами пообщаемся на тему кашля тема очень непростая но наверное сейчас в общем-то очень актуально почему я выбрала для эфира вот такую тему хочу поблагодарить организаторов то что это вообще очень здорово вот так вот непринужденно пообщаться именно не на приеме в неофициальной наверное обстановке с пациентами или с людьми интересующимися такими вопросами ну и расскажу почему выбрала именно тем кашля потому что достаточно долго я этим занимаюсь не только пациенты проходят лечение по поводу хронического кашля сложных видов кашля но и были кое-какие даже научные исследования в этой теме зовут меня еще раз виктор сергеевна извините я сразу не представилась я являюсь врачом-пульмонологом кандидатом медицинских наук и преподаю в медицинском университете ну давайте тогда начнем с кашля наверное каждый человек встречался с этой проблемой и больной с кашлем для врача и это самый частый пациент наверное для любого врача будь то терапевт и даже и хирург и любой эндокринолог конечно встречается такой проблемой пациенты обращаются конечно кашель более распространен наверное среди детского населения потому что часть причины кашель среди детского населения является у рвы чтобы понять вообще что такое кашель я немножко прямо вкратце расскажу о механизме кашля потому что вот как-то сложилось неверное впечатление что кашель это что-то такое жутко патологическое от чего прямо сразу надо избавляться от какого каши надо избавляться мы с немножечко попозже поговорим в общем то что такое кашель вообще это природный механизм защиты для чего он организмом то в общем то создан для чего он применяется чтобы очистить наши дыхательные пути чтобы очистить их от чужеродных веществ чтобы очистить от избытка слизи чтобы очистить от каких-то инфекционных агентов как у нас формируется кашель у нас есть кашлевые рецепторы кашлевые рецепторы которые находятся на периферии а что такое периферии это в общем то не только бронхи это задняя стенка глотки у нас находится в жкты даже в сердце находятся кашлевые рецепторы поэтому вы такой думать что если кашель и значит что-то бронхиты или пневмонии это в общем то абсолютно неверно раздражение вот этих вот рецепторов приводит к тому что у нас задействуется центр в головном мозге у нас есть там кашлевой центр в общем то мы все знаем что головной мозг в общем то дает команды на периферию и дальше что получается по эфирентным волокнам сокращение мышц груди брюшной стенки увеличение внутри грудного давления и возникает такой быстрый форсированный поток человек начинает кашлять как может человек в общем то сам измерить кашель часто приходят на прием и немножко не могут продифференцировать какой кашель поэтому в общем то врач иногда очень назойливо наводящими вопросами как-то пытает пациента спрашивает потому что в общем то это же очень важно по некоторым признакам кашля можно уже в общем то заподозрить причину кашля может быть ты прям сразу даже без обследования назначить какое-то лечение кроме того некоторые виды простой острый кашель лечится совершенно спокойно в домашних условиях и не требует вообще обращения к врачу какой же кашель бывает по характеру он бывает сухой и влажный влажные это тот кашель который с мокроты но бывает малопродуктивный кашель что это такое пациент приходит и говорят мы кашляем слух мокроты нет но как будто что-то хотим от кашляти как будто что-то у нас там немножко выходит вот это вот называется вот таким вот малопродуктивным кашель то есть он не сухой но еще в общем то и не совсем влажный нет такого обилие мокроты. Бывает он громкий, сиплый, лающий. Значит, если кашель лающий для педиатров, это такой вот маячок, такой знак, что здесь, скорее всего, наверное, задействованы голосовые связки. Если еще к тому же здесь осиплый голос присутствует, на предмет, наверное, ларингита стоит подумать. То есть воспаление подсвязочного пространства, особенно у детей, это, наверное, очень важно, потому что это приводит к как называемому стридеру или на простом языке, наверное, к руплу, сужение голосовой щели и даже дыхательной недостаточности. Ну и у взрослых, наверное, тоже нужно отметить вот такую вот осиплость голоса при ларингитах. Почему? Потому что, к сожалению, около 40% ларингитов лечатся антибиотиками, несмотря на то, что они возникают на фоне ОРВИ. Следующие характеристики кашля – это по времени возникновения. Когда он бывает? Ну, например, утренний кашель, например, при перемене положения. Из горизонтального положения человек переходит вертикально и начинает кашлять. Иногда это бывает при постназальном затеке. В течение ночи у нас никакого клиренса мокрута нет, да, то есть это все загустевает, находится в носовой полости, потом человек встает и стекает по задней стенке лодки, начинает кашлять. У кого часто наблюдается? У детей с аденоидами. Или после, плюсом, после, например, дневного сна, да. У взрослых утренний кашель. Ну, например, известен такой утренний кашель у курильщиков. Называется он даже, такое название получил, кашель при умывании. Курильщик встает утром, начинает умываться, возникает кашель, и вот ему надо покурить. Для чего он курит? Для того, чтобы у него глубокие вдохи делает, у него отошла и выдохи, у него отошла, в общем-то, мокрота. Это называется кашель курильщика. Тоже связан с тем, что застаивается вот это вот густое содержимое в бронхах, и его нужно, в общем-то, откашлять. Ну, и у нас есть ночной кашель, всем известный, при бронхиальной астме. В первую очередь мы думаем здесь об этом. Ну, и переходим к оценке кашель. Итак, если достаточно трудно сориентироваться по частоте кашля. Значит, у нас есть субъективная оценка, то есть это вот когда мы расспрашиваем пациента. В Европе и в США очень распространено анкетирование. Им дают анкеты, и вот по анкетам, ну, их можно найти, в общем-то, и в открытом доступе интернет, и здесь можно уже определить и силу кашля, нужно ли обращение к врачу, и так далее. И есть объективные методы оценки, о которых мы проговорим. В нашей стране они тоже не так распространены, но сейчас появились некие приборы, мы тоже посмотрим сейчас. Наиболее часто применяется, я тоже ее иногда использую, когда пациент трудно сориентироваться, какой у него кашель. Вот эта вот самая простая линейка, которая у нас справа показана, это оценка кашля по степени тяжести от 0 до 10, где 0 – это редкий кашель, а 10 – это очень выраженный кашель. Очень выраженный кашель – это даже ночные симптомы. Редкий кашель – это мы говорим, ну, о 5-6 покашливаниях в день, наверное, вот так вот. В общем-то, что еще есть? Есть визуально-аналоговая, ну, вот это она и есть, визуально-аналоговая шкала, есть для оценки кашля, ну, вот рядом она представлена, в общем-то, опросник кашля Лесеста, он для чего? Это уже для тех, кто страдает хроническим кашлем, хроническими заболеваниями, для оценки плюсом качества жизни такого человека, потому что кашель у людей, страдающих хроническими заболеваниями легких, в общем, это уже постоянный симптом, на который иногда они уже перестают обращать внимание, а в некоторых случаях это важно, и чуть позже мы посмотрим такие вот тревожные знаки или красные флажки кашля, которые должны нам сказать о каких-то не очень хороших процессах, происходящих в организме. Вот здесь вот мы как раз разработали шкалу кашля, то есть мы взяли шкалу кашля аналоговую вот до 10, и плюс здесь шкала кашля сверху, которая говорит о носовой обструкции. Ну, что такое носовая обструкция? Носовая обструкция – это когда нос совсем не дышит. У детей это часто два варианта – это либо аденоиды, либо аллергические ренит, которые, как раз, как я раньше до этого и говорила, могут давать постназальные затеки. А назальная, хорошая назальная обструкция, мы говорим, когда вот по вот этой вот шкале у нас больше 10 баллов. И дальше мы смотрим, а какова же у нас шкала кашля, насколько он будет выражен при данной обструкции. Ну, и вот с этого момента можно назначить лечение. Как назначается? Либо мы назначаем только какие-то назальные препараты и смотрим, как на этом будет уходить кашель, либо уже здесь нужно что-то подключать именно и противокашлевое. Здесь, посмотрите, это быстренько просто покажу. Объективная оценка кашля. Вот здесь показан тусограф. Это вот что-то типа холтера, только он фиксирует у нас кашель, может зафиксировать какие-то хрипы в легких, в общем-то. К сожалению, вот в нашей стране он не очень распространен, а то, что есть в нашей стране, вот сейчас мы дальше посмотрим. Ну, вот такие вот у нас есть приборы для аускультации и записи. Вот там, где я слушаю пациента. Это наш прибор, разработанный Тульским университетом. Что он делает? Вот там микрофон и рекордер. Просто записывает хрипы в легких. Ну, наверное, даже не кашель и сколько записывает. Но если у нас есть кашель, например, ночной, пациент приходит на прием и, к сожалению, мы ничего не слышим и не можем понять, есть ли у него какие-то признаки астмы. Поэтому очень важно, как аускультативно выглядят в ночные часы. Поэтому вот пациенту предлагается вот такой вот микрофон, который записывает, а врач, в принципе, на компьютере, в общем-то, может оценить. А вот внизу уже представлен, да, он есть в свободной продаже, вот этот вот рекордер белорусского производства, который, в общем-то, тоже может фиксировать аускультативные феномены в легких. И прямо, видите, он встроен с программой, то есть прямо в телефон. Можно отослать это все врачу. Врач это все, в общем-то, проанализирует. Для кого они нужны, да? Если у ребенка есть, наверное, я сейчас вот про детей, ну и про взрослых, если есть, наверное, подозрение на какое-то хроническое заболевание легких, когда трудно поставить диагноз. Например, поставить диагноз той же астмы на самом деле не так-то и легко. Поэтому вот такие рекордеры будут в помощь и пациенту, и врачу в этом случае. Вот здесь вот еще одна классификация кашля. Она важна не только для врача, но и для пациентов по длительности течения. Почему? Потому что будет зависеть терапия уже и вот от такой классификации. Итак, вот что разделяет кашель на какие-то три вида. Это острый, который течет, в общем-то, по каким-то критериям до 4 недель, по каким-то критериям до 6 недель. Все-таки здесь не подозревается в этом случае какого-то жучайшего хронического уже заболевания легких. И следующий кашель у нас хронический. Вот это, я говорю, две классификации для хронического острого кашля, которые приняты на Западе. Но у нас есть в России еще и кашель затяжного течения, такой промежуточный. Итак, вот хронический кашель – это тот кашель, который длится от 8 недель и уже, ну просто вот, уже он требует обязательного медицинского вмешательства и обязательного медицинского обследования. Тут же следом мы говорим про тревожные симптомы кашля, как я обещала. Это такие красные флаги, которые нужно не только врачу, но и пациенту замечать, когда следует, в общем-то, сразу обращаться к врачу. Значит, должен насторожить кашель с гнойной мокротой. У взрослых еще, наверное, можно добавить с примесью крови. У детей, наверное, тоже, хотя это реже встречается, но все-таки этот кашель должен насторожить. И требует немедленного обращения к врачу. Следующее – это наличие хрипов дистантных. Что такое хрипы? Это те хрипы, которые слышатся другими людьми на отдалении. Ну, например, какие-то свисты слышатся на отдалении. Вот это тоже требует немедленного обращения к врачу. Ночной кашель. И кашель, который резистентный к терапии. То есть один препарат, второй, третий не подходит. И если еще кашель этот сочетается с потерей массы тела, обязательно и у взрослых, и у детей, но и особенно у взрослых, нужно обратиться тогда за медицинской помощью. Вот вопрос такой, часто задаю на приеме пациента. Остаточный кашель. Что такое остаточный кашель? Вообще, что это такое за определение остаточный кашель? Для чего оно нужно? Кашель при различных процессах может существовать достаточно долго. Ну, например, при бронхиальной астме пациент может кашлять спокойно около трех недель. При бронхите это две недели. Когда выходить на работу? Когда выходить в школу? И дальше следующий вопрос будет, опасен ли я для окружающих. Итак, что же это такое остаточный кашель? Остаточный кашель, ну, понятно, это редкий кашель, как мы говорили, но это где-то 5-6 кашлевых толчков за сутки, который не мешает самочувствию, и при этом кашле нет каких-то других симптомов. Нет, например, какой-то заложенности носа, нет слабости, ну, нет, помимо Бога, температуры. Вот это называется остаточный кашель, в общем-то, с которым можно ребенка выписать на учебу и пациент к труду. Ну, и вот второй вопрос, наверное, он связан с остаточным кашлем. Насколько пациент опасен для окружающих? Ну, вот эта вот схемка, наверное, может быть, многие ее видели, когда был ковид, когда мы одевали маски, да, пропагандировали маски. И, в общем-то, что делает маска? Маска изменяет поток воздуха, да, пациент при кашле с маской, он будет кашлять вниз, не вперед, а вниз. Почему это вот так важно? Потому что, вот, смотрите, при кашле практически на 6, даже по некоторым данным, и на 8 метров идет распространение вирусных или бактериальных, в общем-то, инфекционных каких-то агентов. Причихание меньше, да, поэтому маска, кашель в кулачок или в локоть, да, при этом, если, в общем-то, кашель влажная, да, если при этом есть температура, ну, мы говорим, например, о вирусной инфекции, ну, о том же ковиде, о том же гриппе, да, чем выше температура, тем у нас больше виремия, тем больше вирус там еще распространяется, да, с течением времени количество вирусов уменьшается, уменьшается, и в ротоглотке, и в бронхиальных путях, соответственно. И как выделитель при кашле уже человек будет не так опасен, особенно если это кашель редкий и сухой. И давайте про осложнение кашля. Все-таки опасен ли кашель не только для окружающих, а и для самого человека? У кашля есть осложнение, да, действительно так, и не только у хронического кашля, и у острого кашля могут быть осложнения. Какие же осложнения? Ну, вот на первом месте стоит пневмоторакс. Что это такое? Пневмоторакс – это, в общем-то, острое, неотложное состояние, проявляющееся одышкой при дыхании, которое следует срочно обратиться к врачу, в общем-то. Второе – это грыжи. Грыжи могут возникать, помните, я говорила о механизме кашля, потому что у нас повышается грудное давление, грудное давление следом и повышается и внутрибрюшное давление, потому что у нас участвуют мышцы живота тоже. Если достаточно у кого-то был длительный кашель, говорят, что болят и ребра, и живот болят, да, потому что вот эти мышцы у нас участвуют как раз в механизме кашля, вот в этом интенсивном форсированном выдохе. Повышается брюшное давление и могут возникать грыжи паховые, особенно у предрасположенных к этому лиц, да, например, с дисплазией с нительной тканью. Или у кого по наследственности, да, определяется грыжа, то есть это тоже может быть такая опасность. То есть это не только при хроническом, это при остром кашле может возникать, но и при хроническом длительно текущем тоже. Что еще мог? Ну, изменение гемодинамики и вследствие этого интенсивные головные боли тоже могут быть. Соответственно, если ночной кашель – это нарушение стла, и опять же из-за того, что повышается внутрибрюшное давление, недержание кала и недержание мочи. То есть не такой кашель-то и простой симптом. Почему хотела про лечение сказать? Вот если это простой острый кашель, то давайте возьмем, который на фоне ОРВИ возникает. Его можно, в общем-то, полечить дома. И какими методами это можно сделать? Физические методы воздействия. Ну, вы их знаете. Это горчичники, это те же самые какие-то медовые компрессы можно привинить, да. Хафинг, если это влажный кашель, то есть это резкий такой выдох, когда мокрота стоит уже на уровне трахеи. Значит, и частое-частое питье, вот как вы если увидели Хилари Кринтон, у нее есть хронический такой кашель, она достаточно часто пьет воду. Это такой прием, да. Ну, и лекарственные препараты. У нас лекарственные препараты делятся на две большие группы, которые блокируют кашель, блокируют кашлевой центр, и которые улучшают реологические свойства мокроты. Понятно, что при сухом кашле вам нужно выбирать те, которые блокируют кашлевой центр, да, центральное происхождение, это если у взрослых коделлак можно использовать, у детей нет, у детей не используются наркотические как раз против кашлевые препараты, а такие, как синекот, например, с бутерамидом, да, вот их можно использовать. И есть те препараты, которые как отхаркивающие, да, вот муколитики, которые улучшают текучесть мокроты. Ну, они будут использоваться в основном, конечно, при влажном кашле. Следующий у нас будет про ингаляции. Вы, наверное, знаете, небулазерная терапия, да. При простом кашле вы абсолютно можете увлажнить слизистую просто физраствором или минеральной водой, боржоми, нарзан, пожалуйста. Вы можете сделать, если это какой-то начинающийся лорингит, паровые ингаляции. Приборы для них абсолютно продаются в аптеке. И ингаляции с эфирными маслами. Одну-две капельки эфирного масла, ну, например, с хвой. Если нет аллергии, можно добавить даже в паровой ингалятор. И вот последнее, на чём я хотела остановиться, это физические методы воздействия. Кроме физиотерапии и массажа, вы можете дома поделать дыхательную гимнастику. В принципе, у меня тоже много наработок. Можно сделать какой-то отдельный даже вебинар по дыхательной гимнастике. Можно поделать клоп-массаж. Что такое клоп? Это постукивание по грудной клетке. Вот этими вибрационными движениями будет отходить мокрота. Они очень хороши именно при кашле с мокротой именно. И здесь изображён постуральный дренаж. Тоже сочетается с изменением положения тела для лучшего отхождения мокроты. Я благодарю вас, в общем-то, за внимание. Здесь у нас изображены индийские врачи, аюрведы. Что они делали? Они высаживали травы вдоль улиц, чтобы пациенты сами могли их набирать и, в общем-то, лечить себе кашель и другие самые простые симптомы, не обращаясь уже к врачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова